Путин воспользовался бегством россиян от мобилизации, чтобы отправить в ЕС шпионов. Американское издание The Wall Street Journal выпустило большой материал об этом. Утверждается, что во время мобилизации 2022 года Путин держал границы открытыми, позволяя сотням тысяч россиян бежать от мобилизации в Европу, Среднюю Азию и на Кавказ, чтобы вместе с ними туда отправились и агенты разведки. Известно, что в районе двух миллионов россиян мобилизационного возраста выехало с РФ для того, чтобы не попасть на войну против Украины. Сегодня не существует ни одной государственной структуры в странах Запада, которые бы могли досконально проверить такой огромный объем, такое огромное количество людей на их связи с российскими спецслужбами. После начала полномасштабного вторжения более двух десятков стран выслали и объявили персонами нон-грата, около 400 российских дипломатов, многие из которых считались шпионами. Одна только когда-то дружественная к России Болгария показала на выход 70 сотрудникам посольства. То же самое сделали и в Германии, Франции, Нидерландах, Японии, Чехии, Бельгии, Италии, Испании. Этот список можно продолжать долго. Взамен к сотням тысяч бежавших от мобилизации россиян присоединились агенты разведки под прикрытием, восстанавливая ряды, истощенные дипломатическими высылками. Не просто так страны Балтии, к примеру, либо та же Финляндия активно закрывали границы. И это же происходило не только от разного рода нелегальных мигрантов, но это в том числе и является ответом на то, что под видом обычных простых россиян могут действительно заходить и на территорию европейских стран, но не только, конечно же, люди, которые в дальнейшем будут работать ради российских спецслужб, добывать информацию, создавать элементы для гибридных атак. Чем больше страны Запада хотят приветствовать у себя альтернативных россиян, которые имеют другую точку зрения, тем более готовыми нужно быть к тому, что под видом людей, которые бежат от путинского гнета, будут также люди, которые напрямую сотрудничают с СВР, ГРУ и ФСБ. Это уже больше работа местных спецслужб, которые должны проводить аналитическую работу, контрдиверсионную деятельность. Российская агентура становится все более агрессивной и креативной, и готова выполнять новые задания Кремля. Поэтому внимательными нужно быть не только спецслужбам, но и обычным гражданам, которые живут в разных странах мира, и сообщать правоохранительным органам о всех персонажах и ситуациях, которые считают подозрительными.